Житель Шахтерска предъявил полицейским поддельное удостоверение. Еще 13 февраля госавтоинспекторы остановили иномарку на улице Мира. При проверке сотрудники заметили, что один из документов 33-летнего водителя имеет признаки подделки. Права направили на экспертизу. Подозрения опытных правоохранителей подтвердились. Согласно заключению специалиста, водительское удостоверение изготовили способом цветной струйной печати. Оказалось, что Сахалинец купил его по объявлению в интернете, предоставив исполнителю личные данные и свое фото. По данному факту возбуждено уголовное дело о пособничестве в подделке удостоверения. Ведется следствие. Субтитры создавал DimaTorzok Жительница Южнокурильска стала жертвой мошенников. Ранее женщине в мессенджере позвонил незнакомец и представился советником службы безопасности по мошенничеству и терроризму. Он заявил, что кто-то из сотрудников организации, где работает женщина, передал персональные данные аферистам. Злоумышленники уже открыли ячейку на имя жительницы островного региона и пытаются похитить ее деньги. Потерпевшая поверила в эту историю и по указке лже-специалиста оформила займ на 800 тысяч рублей. Деньги она перевела на чужой номер, чтобы закрыть ячейку, созданную преступниками. И только потом поняла, что все это ложь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители устанавливают личности и места нахождения всех причастных к преступлению. Островные правоохранители оперативно задержали курьера мошенников. В конце февраля в полицию Паранайска поступило несколько заявлений от пенсионеров. Пожилые люди попались на классическую схему обмана «Ваш родственник попал в ДТП» и передали деньги незнакомому молодому человеку. Сотрудники уголовного розыска установили личность криминального курьера. Им оказался 18-летний местный житель. Как поделились в пресс-службе областного управления МВД, правоохранители установили причастность парня к шести фактам мошенничества. Общая сумма похищенных у потерпевших денег составила более миллиона рублей. Во всех случаях возбуждены уголовные дела. Жительницу Смирных обвиняют в нападении на пенсионеров. Само преступление совершено в июне 2013 года. По версии следователей, тогда фигурантка была дома у пожилой семейной пары. Она нанесла супругам удары обухом топора по голове. После чего похитила у потерпевших деньги и скрылась. Пострадавшую пару госпитализировали, но несмотря на помощь медиков, женщина скончалась. Спустя более 10 лет правоохранителя нашли нападавшую. Ей предъявили два обвинения об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое в одном случае повлекло за собой смерть человека. Фигурантка заключена под стражу. Расследование продолжается. Сахалинец угрожал убить супругу в День всех влюбленных. 14 февраля сигнал в полицию Паранайска поступил через службу 112. Местный житель приставил нож к горлу жены и грозил ей расправой. Правоохранители приехали домой к семейной паре и увезли агрессивного мужчину в отдел для разбирательства. Теперь на фигуранта завели уголовное дело об угрозе убийством. На время расследования житель островного региона находится под подпиской о невыезде. Житель Корсакова предстанет перед судом за разбойное нападение на пожилую мать. На преступление 46-летний сахалинец пошел в декабре прошлого года. Он знал, что родительница отложила часть пенсии. Будучи пьяным, он стал требовать у 74-летней женщины деньги на спиртное. Вспыхнула ссора. Потерпевшая была непреклонно в своем отказе, забрала купюру из кошелька и сжала в руке. Тогда нерадивый сын вооружился кухонным ножом. Одной рукой он душил мать, а второй держал острие у ее груди. Задыхаясь, женщина выронила деньги. Сахалинец подобрал с пола одну тысячу рублей и ушел. Пенсионерка не стала терпеть и обратилась в полицию. Действия злоумышленника квалифицировали как разбой. А расследование уголовного дела завершено, его материалы направили в суд для рассмотрения по существу.